всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 1 июня вот и закончился длинный длинный жаркий день бедная кошка то со мной весь день тут по огороду лазила смотрите что я хочу сказать в конце этого дня я вот сегодня говорила же что делала подкормки к этому времени пока выйдет в это видео вы уже увидите как я делала борное опрыскивание в теплице как через капельный полив вот этим гуматом органическим удобрением гуми в теплице подкармливала сегодня уже вы не успеете посмотреть как я минеральным удобрением подкармливала хилы и томаты но это будет завтра а сейчас хочу сказать вот что я когда утром вот здесь стояла перед вот этим томатным полем я говорила что этим томатом ничего не требуется вопрос возможно сделаю уборное опрыскивание все но график график подкормки сменился у меня во время работы мы начали все там посадковать подвязывать и вот когда начали подтягивать эти томаты мы увидели лично я увидела что очень много огромное количество колорадских жуков их здесь оказывается также много как на картофеле просто они вот такие пушистые и я вглубь рядов то обычно не заходила иду так мимоходом посмотрю о хорошие томаты хорошие томаты а тут столько жуков и не только жуки взрослые но и представляете на листьях томатов вот начинаешь я вот начинаю что-то там ну так вот расправлять хоп а на листе уже яйца на одном на другом на третьем и вот этот ряд мы прошли сегодня вот только вот эти две строчки и вот эти вот с этой стороны все вот эти ряды где мы обрезали лишние пасынки где мы подвязывали с интервалом в 1-2 метра я находила колорадского жука или его яйца колорадского жука или его яйца так что те планы которые были утром у меня в голове что я буду делать борное опрыскивание для лучшего опыления там для завязываемости я сразу их поменяла и завтра утром вместо борного опрыскивания буду делать в открытом грунте обработку от вредителей и и тут с колорадскими жуками с таким огромным количеством тут уже не подойдут мне никакие народные средства если бы было тля можно было бы там зольно мыльный раствор или просто дегтярным мылом опрыс опрыснуть вот от таких маленьких но колорадский жук а особенно вот эти если уже яйца отложены значит здесь возможно сейчас где-то мы пропустили будут личинки они сжирать будут все очень быстро придется обрабатывать завтра томаты в первую очередь вот каким-то интиксид инсектицидом то есть магазинным средством таким нормальным которое долго действующие но так как томаты кушать нам еще не скоро хотя много конечно больших завязей висит но все равно больше месяца еще пройдет до той поры пока мы будем кушать их буду обрабатывать таким хорошим сейчас подберу что у меня есть покопаюсь в своих запасах вот видите как может быстро измениться вот этот график обработок пока никак пока в глубь туда не залазила я думала что буду делать бурное опрыскивание оказалось что завтра будем уничтожать насекомых вредителей но это и хорошо потому что тут кроме колорадского жука сейчас могут появиться обычно в это время и всякие черные мошки появляются там еще что-то кружит так что обработка от вредителей не помешает все до свидания если честно мы сегодня устали такая жара на улице сейчас в тенек зашла от гаража тень так приятно но вообще нас жара утром испугал дождь не стали опрыскивать а потом опять такая жара как катя сказала пасмурно было как будто бы специально для того чтобы мы успели в теплицах обработать вот опрыскивание сделать а потом опять началась жара днем и все работать конечно очень тяжело но нужно мы немножко под запустили вот эти вот пасынкования пасынки огромные все до свидания желаю всем вовремя увидеть вредителей во время их убить конечно хорошо бы сделать все во время вот мы нынче с опозданием все это делаем